Хотела вам задать вопросы по поводу того, как вы проходили путь эмиграции через Мексику. Расскажите вообще, с чего все началось? Ну, у нас началось так, что у нас в стране нам угрожала опасность. Мы были вынуждены покинуть свою страну, и мы решили пройти через... Понятно. У вас какая страна? Откуда вы ехали? С Узбекистана. Я понял вас. А сколько времени ушло на подготовку документов и бумаг к отъезду? То есть сколько вы потратили на это времени? Ну, наверное, меньше месяца. Не больше месяца. Меньше месяца. Понятно. Сколько человек ехало вместе с вами? Вы же семьей ехали? Да, да. Нас было шестеро. Понятно. А вы ехали к мужу? У вас муж в США? Мы ехали вместе все. А, вы ехали всей семьей. Понятно. Да, да. Хорошо. А кто-то вам помогал в Мексике? В Мексике? Ну, там встречал, встречал, там до границы проводил и так далее. Да, 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 да. Понятно. Кто это был? Карлос. Понятно. Вам помогал Карлос. А в Мексике сколько провели до того момента, пока переходили границу? Два дня. Два дня. Два дня мы там были, потом муж пошел, мужа выпустили, потом я пошла. Я понял. Хорошо. Вопрос, скажите, проходили границу, сколько по времени было интервью? Так, у меня было интервью сначала такое небольшое, коротенькое, где-то 35 минут в начале. Потом уже второе интервью, уже было второе интервью, это длилось где-то два часа. Понятно. Понятно. Было страшно? Нет, вообще не страшно. Ясно. Были какие-то наводящие вопросы, которые вас могли бы поставить в тупик? Вы не знали, переживали, нервничали там? Нет, не было такого, абсолютно. Все вопросы были коротко, ясно, и я отвечала, как положено. Понятно. Было давление со стороны офицеров? Нет, не было никакого давления, нет. Все, я понял, хорошо. Ну, у вас берут интервью, вы волнуетесь, это естественно, это нормально. Ну, а так, чтобы давили на вас, такого не было. Понятно, хорошо. Скажите, вы сейчас в каком штате, в каком городе? Мы сейчас в Филаттексе. Вы уже нашли работу, или чем в настоящее время занимаетесь? Пока еще нет, пока я сижу дома, муж работает, пока я сижу дома с детьми. Понятно, хорошо. Вот сейчас в странах Средней Азии, там, в Узбекистане, в Кыргызстане, ходит такая страшилка, что детей забирают на границе, там, несчастных. Нет, такого нету. Они детей так уважают, любят, эти офицеры даже, они иногда шутили с ними, да, вот они смеялись, и нет, абсолютно такого нету. А вы чувствовали на себе, там, какое-то унижение, чтобы вас там кто-то унижал, оскорблял? Нет, нет, абсолютно. Было все нормально. Понял. Никакого страха, никакого, такого вообще не было, что мы там были заключены, или там сидели мы в запретии. Мы спокойно с ними общались, смогли что-то спросить у них. Они нам отвечали, это нормально. Я понял, хорошо. А скажите, вы сколько были в распределителе в Сан-Диего? В Сан-Диего распределители? Не поняла. Ну, вот вас в границе сначала повезли в распределитель, да, а уже потом отпустили. Да, да, да. Сколько были в распределителе? На пятый день меня отпустили. Понятно. Первый же день, когда я зашла, у меня взяли интервью, первый же день. А потом еще второе интервью у меня было тот же день, только ночью. И потом я расписалась на все эти документы, которые они меня спросили. А потом на четвертый, на пятый день, с того момента, с того момента, как я зашла. Понятно. Хорошо. А каковы условия были? Где вы там ночевали? Чем кормили? Условия нормальные. Я даже думала, что было страшно, что там ужасные условия. Мне условия, например, понравились, даже я могу сказать. Мне страшно вообще. Нормально, условия хорошие. Там можно пойти, умыться, искупаться вам дадут. Ну, нормально. И питание нормальное. Я понял. Дают вот эти вот хлопья, и вот эти их блюда, вот это гуррито, дают сэнвичи, все дают. Там фрукты дают вот эти вот одноразовые эти. Все дают. Я понял. Хорошо, вопрос. А вот вы фактически поехали к поручителю, да? То есть, тот человек, который вас в США поддерживает. Да, да, да. А как с ним было? То есть, ему офицер звонил, да? Когда вас забрали? Да, да, да. После, видимо, интервью, они потом созванивались. Так. Насчет там билетов, как он должен купить там билеты, как он должен долететь до Филадельфии. Вот так вот. Когда вот все он уже отправил, потом офицер, видимо, пришел ко мне с документами и сказал, что ты можешь идти вот так вот домой. Понятно. В смысле, Филадельфию может. Он вам покупал билет, да? Повторите. Он вам покупал билет? Да, да, да. Он покупал билет, в смысле, когда всех отпускали оттуда, то, что было странно, все покупали билет только на автобус. Так. А я говорю, почему? Да, да, например, до Нью-Йорка они три дня, три сутки добираются с автобусом. Три сутки. Так. Что-то меня это возмутило. Я говорю, а почему? А нельзя было самолетом поехать, да? Это было бы быстрее. Так. Ну, а со мной уже там все с детьми. Так. Я говорю, с детьми такая дорога длинная, мочится будет. И потом у меня такой шанс попался, и ко мне пришел офицер, говорит, вот ты свободна, вот так вот твои родственники отправили в свое билет. Я говорю, автобус? Он говорит, да, до Сан-Диего на автобусе, а потом полетишь на самолет, я так обраговалась. Я говорю, не ж, как сложно же полететь. И потом меня проводили до автобусной станции. Так. Потом я на автобус поехала до Сан-Диего, где-то два с половиной, три часа. Так. И оттуда я поймала Uber-такси и поехала до аэропорта. За 10 долларов меня подвезли до аэропорта. Это отличная сумма. Вообще за 10 долларов это нереально. Это дешево совсем. И потом к аэропорту мы поехали до Оклахома. А потом оттуда мы поехали в Орландо. От Орландо потом мы прилетели, у нас две пересадки были, потом мы прилетели в Пеладельфин. Понятно. Вам надели на ногу браслет? Да, да, да. В этот же день всем надевают браслет, да. Удобно? Ну, не совсем удобно, но нормально, терпимо. А что сказали, когда его снимут? Вот у меня сегодня было интервью первое, я пошла сегодня на интервью. Сказали, что как только ваши паспорта, вот три вещи оказывается нужны. Паспорт ваш, личный номер телефона и ваше письмо от судей, что у вас назначен первый суд. Так. Вот это письмо должно быть, прийти на ваш адрес, сказали. Все вот три вещи, вы отвезете вот этим офицерам, они вам сразу снимут. Я понял вас. Хорошо. Ну, а общее впечатление о работе с нами, с «Мигрант Медиа». Отлично, нормально, отлично даже. Вот те, кто нас смотрят... То, что вы сказали, то есть все получилось. То, что вы сказали, то, что моего мужа там забрали в дом ребенка, то, что сказали там отпустят, его в самом деле отпустили, и даже ему браслет на ноги не надели, то, что меня обрадовало. А он сколько был в доме ребенка? Так, видимо, он, когда он зашел на границу, его там держали два дня, у него было первое интервью там, а потом его забрали где-то 12 или общие 12... 16 дней он там был, да? В общем, в общем 16 дней. Я понял. Значит, 14 дней. Две недели там он был, значит, дом ребенка две недели. Ну, вот он что рассказывает про условия в доме ребенка? В хорошие условия. Их там кормили 4 раза в день. У меня сын был с папой, он ходил, занимался, учил английский. Он даже научился считать до 10 и писать свое имя на английском. И мы рассмотрим, все там хорошо было. Он немножко, даже немножко заболел, у него кашля была, и мы сразу вот прям 2 дня его лечили, давали лекарства. У мужа немножко давление поднялось, его лечили. Вот так вот. Нормальные условия хорошие. Я понял, я понял. Хорошо. Последнее. Что бы хотели передать тем, кто сейчас в Узбекистане в таких же трудностях и кому просто крайне необходимо срочно переехать, там, близким, родственникам, там, или пройти путь эмиграции вот по этому пути? Все, кто там находится в Узбекистане, я желаю, чтобы они выбрали правильный путь, чтобы они переходили, не боясь ничего. И тем удачи. Да, спасибо большое. И миграции. Спасибо большое, Сабина, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.